Rainbow English. Рабочая тетрадь, 4 класс. Степ 4. Это юнит у нас 7. И разбираем первое задание. Послушать диктора и написать, о каком времени года идет речь в каждом из трех коротеньких текстов. В первом тексте рассказывается про жару, про плавание в реке. То есть первое у нас it's summer, лето. Второе it's winter, зима. Третье it's autumn, осень. Второе. Написать строчку каждого из этих слов. Что перед нами за слова? Это вы приступили к изучению нового времени. Будущее обычное или простое. Future is simple. Так вот will означает частичку будет или будут. А when означает частичку не будут или не будет. Третье. Закончить эти вопросы, используя слова в рамке. Давайте сразу с переводом и сразу будем читать, чтобы вы разобрались. When – когда переводится. Where – где или куда. What – что или какой. А who – это кто. Поэтому What will you do after school? Что ты будешь делать после школы? Where will you go after school? Куда ты пойдешь после школы? Who will help you to do your homework? Кто поможет тебе сделать твою домашнюю работу? When will you go to bed? Когда ты пойдешь спать. То есть, конечно, мы здесь работали просто по... Ну, по смыслу, по переводу. Как нам лучше было бы поставить вопрос. Четвертое. Закончить эти предложения, используя глаголы в скобках в нужное время. Очень распространенное упражнение. Оно и дальше будет только у вас уже усложняться. Потому что времен в английском 12. И вот в дальнейшем, в каждое время, вот так вот будете пытаться найти в этих скобках. Пока что у вас только... Вы знаете все времена simple уже, то есть три времени. Вы знаете continuous. Итого в этих скобочках может быть один из четырех вариантов. Каждый день я встаю в 7 часов, и моя маленькая сестра встает в 8. Так как мы видим каждый день, это означает, что это происходит регулярно и время в настоящем. Поэтому present simple перед нами. I get up, но вот моя сестра в этом же времени требует возле глагола окончания S. То есть будет уже get up. После школы я, видите, will, то есть все будущее время сразу видно. Я пойду домой, а затем я, конечно же, снова будущее продолжается. Поужинаю или пообеду. У нас вот этот dinner по-разному переводится, но здесь пообеду. То есть опять же будущее will have нужно поставить. Моя мама пообедает со мной. Опять же will have. То есть это, напомню, future simple. Дальше. Вчера. Вот как только видим вчера, мы понимаем, что у нас прошедшее время. Вчера вечером мы играли в компьютерные игры. То есть понятное play и добавляем окончание id. Будет played. В компьютерные игры и смотрели телевизор. And watched. То есть опять же мы видим у нас прошедшее время. Я читаю английскую книгу. Вот здесь важное сигнальное слово now. Означает прям сейчас. Напомню, если прям сейчас происходит действие, перед нами present continuous. Настоящее продолженное время. Строится оно m. К я подходит m. Потом глагол чистый. Вот этот read. И вот к нему хвостик in добавляем. Получается m reading. Пятое задание. Нужно найти еще 20 глаголов в этом квадрате. Так, вот тут у меня, по-моему, проблема возникла. Я нашла их, по-моему, 19. Кто найдет, делитесь в комментариях. Я, кстати, уже не стала тут прям дотошно все вычислять. Ну, вот то, что есть. Сначала идут горизонталь. То есть вот такие. Потом вертикаль. Сверху вниз. Итак, что удалось найти? Help. Помогать. Get. Получать. Один из многих вариантов. Он очень по-разному переводится. Eat. Есть. Know. Знать. Play. Играть. Go. Идти. Travel. Путешествовать. Shine. Светить. И по вертикали. Dance. Кто читает dance, у вас, значит, читайте по американскому английскому. Ну, по, скажем, там, где США у нас. Поэтому лучше переходите на dance по-британски. Потому что все учебники построены на британском произношении. Try. Пробовать пытаться. Ride. Кататься. Watch. Смотреть. See. Видеть. Drink. Пить. Listen. Т не читается. Слушать. Enjoy. Получать удовольствие или наслаждаться. Have. Иметь. Take. Брать. Give. Давать. Shall. Показывать. agл IVSD, желание. Греть. Академия.